Пошли работницы на смену. Смену, понедельник, 9 утра, пойдем работать. Заходи. Сейчас еще придут работники. Опаздывают от нас взять объяснительную. Ага, начинай, начинай. Всем привет. Откуда? Из-за Верят. Из-за Верят. Мы тут балуемся. Всем привет и Заверят. Всем привет. Всеми любимый влог, но только сегодня он на первом канале. О том, как мы будем сегодня работать. Сейчас у нас придет еще работник. Мы сегодня уже все в сборе практически здесь. Работать будем как обычно, не только сегодня, а как обычно будем работать. Ну да, мы просто покажем именно не то, что мы сделали, а как мы работаем, как мы взаимодействуем и что у нас вообще. И немного о том, какие тут изменения произошли. Время 9.37. Вот. А работник вот только идет на работу. Мы с 9 работаем. Ты где ходишь? 37 минут. Пиши объяснительную. Хорошо. Будь чем у тебя, есть премии. Ребенок в садике, это значит, что мы сегодня все работаем. И сегодня буду тем самым человеком, кто надоедает и лезет под руку с этой камерой. Так, вкратце, что же мы будем делать? Я вот тут, у меня есть заготовки, ну, напиленное железо для поддонов, остатки, то, что нужно сделать. И кормушки, то, что есть. Вот я вчера остановилась на этом. Там надо несколько, чтобы делать. Буду чертить и вырезать. Железо тонкое, благо, режется легко. Для чего же мы тут так торопимся? Потому что вроде клеток очень много, да, а сидят вот там, в двух клетках и здесь. Вот, видите, ни поддонов, ничего. То есть все вот это вот уже засирается, по-русски говоря. И надо быстрее их рассаживать, им тесно очень. Ну и чем же у нас займется Сережа с мамой? Да я разбираю. Помните, на улице там постояла поилка для куриц? Еще там, где старые-старые загоны были. Да, я все что-то ломался, ломался, короче. Не мог это, блин, отрезать его. Как отрезать, не хочется другую. Просто какие-то соединения. Сейчас вот мы будем делать поилки. Я не знаю, насколько логично и правильно будет применять старые материалы. Лишь бы потом переделывать не пришлось. Вот пока думаю, буду ли я их применять или не буду. В принципе, вот тут же вылазится барабашка. Блезет. В принципе, это как бы возможно, я их туда применю, а возможно не буду применять. Пока не знаю, не определился. Вот сейчас разбираю, складирую, ставлю, что куда, как влазить, влазить. В общем, мама будет сегодня с Сережей заниматься не просто поилки делать, а там же это все будет под давлением из системы. То есть воду нужно было туда провести. Здрасте. Ну иди сюда, здесь попрохладит. Он же не терпит одиночество, он должен быть с нами. Как и Жорик. Остался последний влом на цинковке, кстати. Он такой в ужасном состоянии, но все это лежало на улице сколько, три года? Да? Два. Да, два. Два, ну. Все портится, но я не знаю, не хватит, наверное, еще. А, он еще и нарезанный. А, вот этот, наверное, нарезанный. У нас ушло очень много железа, вот такой оцинковки на поддоны и на кормушки. Это 80 кормушек, 80 поддонов, плюс еще 16 поддонов для брудера. И вот такие вот кормушки для брудеров. Свежи приобрел, мы тут ездили. А где и как, я тебе не скажу. Такие вот веселенькие, разноцветные. И поилки. И что брудеров будут вот такие вот, постоянно маканки, чтобы вода была чистенькая, тепленькая. И добавлять туда чектоник, что в систему нельзя будет сделать. Ну и кормушки. Потому что цыплятки маленькие и в большом количестве будут сидеть в клетках. Идем со мной. Идем, у меня там музыка будет. Отойди. Сейчас музыку включим, и у нас тут весело было. Кипит работа, кипит. Что делаем? Мучились. Мученики. Понятно, что там делаем. Вот такая киперная поилочка. Получается, не знаю. Я не знаю, вот первую делаем. Сейчас посмотрим, что получится. Так или не так делаем. Вообще непонятно. Сейчас мы сделаем это сделаем, но испытать не сможем, к сожалению. Не хватает комплектующих. А это главная беда в деревне. Когда чего-то не хватает. Ехать куда-то, прибежать некогда. И не охота. Составляешь список, думаешь, планируешь. И потом уже только. Доделать придется. Не сегодня. Успели прийти, поработать. Уже есть, пошли. Работнички так себе. Главное настроиться. Работать на быстрее беда. То чай пьют, то курят, то... Пошли обедать. В тем временем мама относит к курице, к тазике. И потихоньку заселяем. Из брулера, чтобы там освобождать, уже убирать там поликарбонат. И все прибирать. Там делать поддоны. Такие вот поилочки у нас, заготовки. Продолжаем собирать нашу систему паения птиц. Ведем горячую воду. От бойлера раньше как-то не было такой мысли, что горячую воду надо. Сейчас будем врезаться в эту трубку. Это горячая вода, которая шла только на раковину. Сделаем подводку сюда, с дополнительным краном. Вот он, кранчик у нас уже присоединен. И вывод туда. Значит, у нас в птичник идет холодная и горячая вода. Спустя 5 лет стал примерно как-то так паять. А до этого паял... Сейчас покажу как. Вот как-то так. Не очень аккуратно. Но это грязно. Больше. Вот, к примеру, вот здесь в соединении. Все-таки навык немножко улучшился. Для того, чтобы четко в уровень сделать наши паилки, я креплю их струбцинами к доске. Раз, два. Этого достаточно. Делаю метки, где у меня будут ниппельные паилки. Просверливаю отверстие. И закручиваю. И получается вот так вот. Смотрите. Довольно-таки. Ну, практически идеально. Единственное, что вот эти паилки крутить очень сложно. И все руки будут в мозолях 100% обеспечены. Как я не пытался сделать прямо, все равно не получилось. Здесь угол больше, чем мне надо. Тут стоял два уголка под 45. Здесь один под 90. И все равно. Вот хотел ровно так повесить. Получается, неровно повесить придется. Это, конечно, не критично. Но хотелось бы, чтобы все было прямо. А для чего мне это надо? Мы сейчас с вами увидим. По горячей воде все собрали. Пошла линия. Это резервная. Вдруг надо будет потом еще куда-то везти. Кран уже стоит с американочкой. И уходим в птичник. Но в птичнике у нас вот такая система. Здесь подходит холодная вода. Здесь горячая вода. На смеситель. Смеситель стоит пока на самом холодном. И вот пошла линия в птичник. На систему непильного паения. Немножко промазали мы с длиной. Не понятно, как так получилось. Пришлось разрезать. И вот сейчас вот так вот примерно. Здесь соединим, спаяем. И получится ровная линия. Ну и так вот получилось соединение такое. Вот уже гораздо ровнее. И туда у нас все пошло. Ну и в целом. Сейчас покажу, когда доделаем. Немножко в конце у нас осталось. Тут еще обрезки. Торопимся, торопимся. Хотим быстрее сделать цыпляткам. Уже хочется попить из паилочек. Ну вот на примере. Значит. Один обрезочек у нас сделан. Сейчас выставляем второй обрезочек. Берем маркер. Ровно там, да? Отмечаем. Отмечаем. Фиксируем струбциной. Можно, наверное, хоть чем фиксировать. Но мне вот струбцины удобно. Так. Зафиксировали. Теперь начинаем сверлить. Ровно по центру стараемся. Раз. Два. Берем нашу непильную паилочку. И вот так вот кручу. Аккуратненько. Резьба. Отверстие, вернее, чуть-чуть меньше, чем наш шпаилк. Поэтому идет туго. Но надо вот обязательно рукой, чтобы отцентровать. Даже сейчас, смотрите, отцентровать у меня не очень получилось. Надо переделать. Очень важно отцентровать в самом начале. Вот так вот уже лучше. Отцентровали. Берем ключик и закручиваем ключик. Ну, что рукой уже здесь усилий просто-напросто не хватает. Крутим до того момента. Вот, смотрите. Пока. Один к ключу. Так. Вот так. Пока резиночку не начнет выдавливать. Не знаю, как хорошо видно. Сейчас я постараюсь. О, видите, начинает поддавливать. Что-то у меня с ключиком проблема кис. Ключик, по-моему, нужен на 15, а у меня такого нет ключа. Приходится вот таким. Вот, видите, чуть поддавило. Оставляем. Ну, и так же собираем все остальные. Собрана первая система. Первая батарея наша. Сейчас будем делать каплю ловители и пуск первый. Все собрано на полипропилен. Здесь кран, чтобы можно было включать-выключать. Сначала сейчас зацепим все капли ловители. А потом сделаем промывку. У нас получается по три поилочки на клетку. Этого вполне достаточно. Промывка делаться будет вот здесь, внизу, через кран. Высота до поилки у нас получается 17 сантиметров. Четырехметровая труба полипропиленовая. Здесь соединение. И тут еще кусочек небольшой. Ну, в целом, неплохо получилось. Спря там, конечно, вообще уже здесь неудобно, некомфортно. Надо их рассаживать. Скоро-скоро случится этот момент. И на всякий случай тут вверху вот стоит американка. То есть, если нам надо будет отцепить полностью всю батарею, американку скручиваем, отодвигаем, а линия остается. Здесь то же самое. Трубы чуть ток не хватило. Почему? Потому что я рассчитывал, что буду шлангом тянуть. Здесь по стене шланг нафиг не нужен. Вот остался у нас такой обрезок, но этого точно не хватит, потому что здесь нужно еще раз, два, три, четыре. И вот здесь линию добавлять. Ну, а здесь система регулировки давления и система регулировки температуры. С этим будем разбираться чуть позже. Получается такая ситуация, если мы поставим все чашечки уловители, вот он так будет зафиксирован, я уже подкрутить не смогу, поэтому нужно сейчас запускать. Сначала смотреть где-то что-то, подкапывать, не подкапывая, и потом только чашечки эти ставить. Ставим каплю уловителей. Выяснилось, знаете, что следующее, что если вот здесь, когда засверливаешь, вот эта слуха остается, так ее назовут, стружка, мне хотя бы не подсказать, то поилка начинает капать. Мы сейчас тестируем на большом давлении, примерно две атмосферы. Видите, так, уже немного меньше. Вроде бы ничего держит нормально. Рабочая будет ниже. Сделали все каплю уловители. Сбросили давление. Ну, по давлению, конечно, нужно разбираться, посмотреть, какое оптимальное давление. Самое главное, не то, что давление, а самое главное, чтобы вода была всегда. Особенно в верхних ярусах. Листо она, конечно, спустится. Ну, что, вон, кто-то начинает потихоньку пить. Вот только-только закончили. Цеплятки наши начинают пить. Будем надеяться, что им понравятся наши поилочки. Пошли, пошли, попить все. Расчухали, ребята. Конечно, вам уже сколько дней, можно сказать, лет. Давно уже пора из непильных было пить. Ну, дело осталось за малым. Кормушки. Ну, и доделать поилки. Да? Так же быстро мы сделаем, Татьяна Верин. Вообще, раз-раз, и все. Трубу только надо купить хотя бы одну. Ну, пойдемте еще раз покажу смесительный узел. Вот он, наш смесительный узел. То есть я выставил сейчас примерно посередине. В надежде, что вода будет теплая. Можно даже больше, теплее сделать, наверное. То есть вот это... Ой, ой. Это максимально теплое, это максимально холодное. Давайте ближе к теплое сделаем. Вот так вот. Это выключил, это максимально открыл. Максимально мы не будем открывать, выставим где-то вот. Вот просто наугар вот так вот. И будем наблюдать. Что-то зажурчало где-то там. Я, конечно, поднял давление. Вот оно такое. Воздух местами присутствует. Лист, наверное, тоже вверху воздух. Ой, не достиг. Нет, все. Сейчас давайте сбросим наше давление. И все, и оставим так, как есть. И будем надеяться, что все будет хорошо. Вот наша приточка. Для того, чтобы сильно по полу не тянуло, сделана она вверх. Сейчас посмотрим, насколько сильная тяга. Просто на листочке. Вот, смотрите. И дикая мощная тяга приточки. Видно, что здесь конденсат очень мощный. Ну, здесь теплые полы. Ничего страшного нет. И тянет прямо вот сюда, кверху. Не нацеплят. И пошла циркуляция. Но вот там у нас, в том дальнем углу, первый канал от точки. Надо будет, если мы еще второй, третий, четвертый добавим. Так это выглядит снаружи. Здесь еще пока пена только-только высохла. Здесь непонятно, конечно, с какой скоростью тянет. Здесь будет сделана сеточка. Обязательно. Чтобы мухи сюда не залетали. Ну, а здесь у нас отточка. То есть, получается, труба, тройник, капельник. Я вот такой сделал. Элементарно простой. И кверху труба. Сверху делал зонт. Ну, мне показалось, что идет тяга хуже. Поэтому, что-то капельник мне, конечно, не очень нравится. Что-то мимо капает. Но это не страшно. Может быть, его открыть, и тяга будет лучше. Но я думаю, что в этом случае тяга просто туда пойдет. Оттуда подсасывать не будет. И вот здесь уже столько накапало. Представляете? Какая большая влажность. Ну, влажность, она из-за опила. Это понятно. Ну, и, конечно, от самой птицы тоже влажность какая-то присутствует. Ну, и повторюсь, что возможно потом вот раз, два, три я добавлю. Изначально я вообще хотел вентилятор ставить на отточки. Но в этом нет необходимости. Тяги вполне хватает. Добавим, если надо будет. Это гораздо дешевле, чем поставить вентилятор. Да и эффективность, естественно, больше и лучше. Ну, что, вот наш сюжет про... Про что? Про паилки и про вентиляцию подошел к концу. Вот так мы пока все это временно сделали. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока. Пока готовился к выпуску этот сюжет. Я понял, что, к сожалению, эта система не работает. И сейчас покажу, каким образом все это переделаю. Почему не работает? Да, температуру можно выставить. Но давление никак не получается отрегулировать. Во-первых, в системе вода скачет от полутора до двух с половиной атмосфер. И тем самым бывает такое, что система переполняется. И высокое давление здесь в непилях получается. Вот сейчас даже. Ну, более-менее. Значит, я сделал такую систему. Система называется самогон. Открыл кран. Поднял шланг. И если вода переполняет вот эту трубку, поднимается выше в шланг. И излишки давления сюда сбрасываются и капают. Ну, так вот. Но это мне не нравится. Сейчас покажу, как я переделываю всю эту систему. Система очень простая. Канистра 30-литровая из поддистиллированной воды. Здесь сделали врезку с выходом на одну-вторую. На американку, на полипропилен-25. Здесь поставил бачок арматура от... Ну, как вот в унитазе систем. Здесь сверху сделал такой прорез, чтобы все это дело туда засунуть. Вот она там. Вот так это будет закрываться, чтобы сюда пыль не летела. В случае необходимости можно сюда какие-то витамины добавить. Ну, а сюда будет гибкой подводкой с нашего смесителя. Сделали наш первый пуск воды. Гибкая подводка. Возу-ка-то чуть-чуть слишком теплая. Вот так вот. Давление сделаем небольшое. Вот какие звуки в сторон. Вот там. Вот водичка набирается. Прикрепили к потолку на перфоленту. Сейчас она немножко провиснет. Канистра, я думаю. Специально чуть повыше сделали ее. Здесь переход на полипропилен. Единственное, что у нас, конечно, получился небольшой остаток. Вот такой. В который вложены деньги, а ума нисколько не вложено. Ну, ладно, учимся только на своих ошибках. Пока набирается вода, мы здесь перекрываем краны. Раз. Смотрим, какое у нас давление. Птички уже... А, кран-то закрыт. Птички уже пили. Открываем здесь кран на эту батарею. Все. И сейчас водичка пошла у нас. Вот из того бака. Вот как раз уже добралась. Я не знаю, насколько хорошо видно на камеру. Добралась до трубы. И сейчас она сюда пошла. Наши поилочки. Вот она. И давление у нас будет минимальное. Я думаю, там в районе 0,2 атмосфер примерно. Мы ждем, когда система заполнится. Можно ее, конечно, быстрее заполнить. Но нам нужно еще понять, с какой скоростью вода будет набираться в бачок. Это тоже важно. Почему важно отрегулировать скорость протока? Будет большая. И, допустим, ниппельная поилка где-то не сработает, к примеру. Или, допустим, здесь арматура не сработает, как в унитазе поплавково. То с этой скоростью вода будет перетекать или из бачка на пол, или из ниппельной поилки на пол. То есть у нас, получается, больше будет времени, чтобы среагировать на данное техническое нарушение. Наш поплавок сработал вот на этом уровне. Вот видите, где вода стыла. Сейчас мы сделаем сброс. И посмотрим, как второй раз он сработает. И вот теперь с такой максимальной скоростью у нас вытекает вода с батареи. То есть вот настолько нам удалось понизить давление. Сейчас посмотрим, что в поилочках происходит. Самый нижний ярус, самое высокое давление. Второй ярус. Третий ярус. Видимо, воздух еще в системе. Выпустил воздух на третьем ярусе. Вот, смотрите, с такой скоростью. И таким давлением бежит вода. И последний, четвертый ярус. Тут, скорее всего, тоже воздух у нас. Да, давайте его выпустим. Выпустили воздух. И вот с таким напором бежит вода. Но все-таки, видимо, еще воздух остался. Вот, пошла наша водичка. Все-таки воздух где-то еще присутствует. Воздух все-таки где-то еще присутствует. Все. Добились поставленной задачи. Во всех поилочках есть вода с низким давлением. И в случае протечки утечка будет не очень большая. Нет, все-таки с давлением я ошибся. Вот, смотрите, выпустили воздух. Когда вот такое давление у нас сейчас получается из бачка напрямую, если открыть кран промывки. Прикрываем кран. Все, воздух весь слышит. Ну, а в бачке у нас все хорошо. Вода держится в том уровне, который нам необходима. Все, система работает. Все замечательно. Все отлично. Теперь можно не переживать. Чтобы у птичек теперь всегда будет вода. В любое время дня и ночи. Ну, теперь на этом наш сюжет точно подходит к концу. Если вам понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся. Удачи. Пока-пока. Все никак не получается закончить наш сюжет. Вентиляция, в общем, тоже у нас поломалась. Сейчас я ее разобрал. Смотрите. Вот эта вот сливная штука. Да? На улице минус 20 было. И вот в ней образовалась вот такая льдина. И все уже побежало вовнутрь. Я думаю, что внутри вентиляция обратно стекает. Хотя наклон в эту сторону не может такого быть. Вот тебе, пожалуйста. Просто еле-еле разогрел баллонами и достал. Попробую оставить вот так. Посмотрю, насколько будет хороша тяга. Ну, вот смотрите, какой сразу мощный поток пара пошел вниз. Вверх интересно тянет, не тянет. Не вижу я сейчас уже темно. Завтра посмотрю. В общем, капельник не сработал. Но если будет тяга плохая, нужно будет утеплить здесь энергофлексом. И я думаю, что уже так не будет перемерзать. Надо с тягой разбираться. Насмотреть, насколько хороша она. Вот такие у нас дела-делишки. Не все получается с первого раза так, как хочется. Но на сегодня точно все. Всем удачи. Пока-пока. Продолжение следует...